Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем чтение Евангелия от Матфея на портале экзегет.ру, 25 глава. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. Этими словами начинается притча о десяти девах. Важно сказать, что в предыдущей главе мы говорили о том, что признаками или критериями бодрствования для встречи Господа, для второго пришествия выступает деятельная любовь. И вот здесь, начиная эту притчу, Господь объясняет, что значит деятельно любить. Притча говорит о мудрых и неразумных девах. Конечно, неразумен тот человек, который, взяв светильник или лампаду, не возьмет с собой масло. И в этом смысле славянское слово, наверное, более подходит к обозначению этих дев, юродивые девы. Мудрые, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Примечательно, что в притче так и не будет сказано о невесте. И вообще надо заметить, что евангельские притчи, которые Господь приводит, которые говорят нам о браке сына царя или говорят о свадьбах, часто не упоминают о невесте. И вопрос можно поставить, кто является этой невестой. По учению отцов этой невестой выступает Церковь Христова. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Вот здесь Священное Писание говорит нам о том, что перед Вторым пришествием будет такое духовное уныние в человечестве, что люди будут подобны заснувшим. Но в полночь, когда раздался крик или иными словами, когда силы небесные поколеблются, когда явится знамение Сына Человеческого, когда все будут воскрешены для встречи с Господом, тогда вот говорится, что те, кто деятельную любовь имел, тотчас смогут поправить светильники свои, то есть души свои настроить на истинное покаяние, на встречу небесного жениха. Неразумные обращаются к мудрым, дайте нам от масла вашего, потому что наши светильники угаснут. И вот здесь то, что отвечают мудрые девы, свидетельствует действительно о том, что они мудры. Что бы ни случилось, недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше продающим и купите себе. Кого мы должны понимать под продающими елей? И дающим возможность залить их в лампады светильников? Опять же, по объяснению толкователей, такими продающими являются те люди, которые дуждаются в делах милосердия с нашей стороны. Дни нашей земной жизни, они отведены нам для того, чтобы мы для себя покупали этот евангельский елей. Чтобы мы возжигали в своих сердцах, в своих душах истинную любовь к ближнему своему и Господу своему. И вот, когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые приедет Сын Человеческий. Заканчивается притча, конечно, словами опять о том, что для всякого человека рано или поздно наступит этот страшный суд. Причем, не обязательно это должно быть второе пришествие. Это может быть самая обычная смерть для человека быть, которая потребует у него отчеты перед Господом. Но перед этим мы видим, что Господь произносит очень страшные слова для тех дев, которые опоздали к браку жениха. Они приходят и просят, говорят, Господи, отвори нам. А Господь говорит, истинно говорю вам, не знаю вас. Господин не знает только тех, кого не любит. Но поскольку Бог любит всех, то это иносказание, которое может быть понято именно так. Я не знал вас, то есть вы никогда не любили меня. Поэтому наказываются эти девы. Следующая притча 25 главы. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Вот эта притча сразу обозначает перед нами те дары, которыми наделяет Господин или наделяет Господь Бог, всякого человека, приходящего в мир. Но важно заметить, что Господин или человек, отправляясь на чужую страну, призывает рабов, чтобы они ухаживали за имением его. Поэтому пять талантов, два таланта, один талант, это не нечто подаренное этим рабам, а это то, что взято из имения для того, чтобы имение поддерживалось. Талант, мы говорили в свое время, это очень большая сумма денег. Десять тысяч динариев составлял один талант. И, по всей вероятности, под этими денежными единицами мы должны понимать, наверное, ту безмерность и величие способностей, которыми Бог наделяет человека, для того, чтобы, опять же, деятельно человек служил ближнему своему. «Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Вот здесь говорится о том, что мудрые рабы понимают, что не может находиться без творческой деятельности то, чем их наделяет Господь. И душа, призванная к любви, не может не служить ближнему своему. Но так поступают не все. И говорится о том, что тот, кто получил один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Ну вот, сами по себе слова «скрыл серебро господина своего» наверное, говорят о том, что человек замкнул на себя те дары, которыми наделил его Господь. И это выражение «закопал талант в землю» свидетельствует о том, что любовь, которую он мог бы изливать на своих ближних, человек обратил на себя. Он обратил это на земные потребности, которые абсолютно ничего не могут дать для спасения души. По долгому времени приходит господин Рабовтих и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему «хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два таланта, и сказал «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему «хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вот двое рабов, который имел пять талантов и умножил их в два раза И который имел два таланта и умножил их в два раза Награждаются таким даром, как войти в радость господина своего Что это за радость? Насколько она велика? Наверное, мы можем только догадываться Потому что если мы сказали, что один талант это огромная сумма денег А господин называет ее малой, в малом ты был верен То, наверное, под радостью господина своего Мы должны понимать вечную, блаженную жизнь, которую вводится тот или иной раб Подошел и получивший один талант и сказал Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий Жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю Вот тебе твое Господин же его сказал ему в ответ Лукавый раб и ленивый Ты знал, что я жну, где не сеял И собираю, где не рассыпал Посему надлежало тебе отдать серебро мое Торгующим И я, придя, получил бы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему десять талантов Ибо всякому имеющему Дастся и приумножится А у не имеющего отнимется И то, что имеет А негодного раба выбросьте во тьму внешню Там будет с плач и скрежет зубов Сказав себе, возгласил Кто имеет уши слышать, да слышит Вот таким образом наказывается Последний раб, который скрыл талант Данный от Господина в землю Наверное, здесь Священное Писание перед нами Являет один очень важный закон Как ты относишься к Богу Так и Он может Каким-то образом проявить Твое отношение к Нему По отношению к тебе самому И когда Раб, получивший один талант Говорит Я знал, что ты, человек жестокий Жнешь, где не сеял И собираешь, где не рассыпал Конечно, он имеет в виду То, что для него Господин был жестоким В силу того, что Не дал ему больше Чем мог бы ему дать Не объяснил ему Как с этим талантом распоряжаться И человек мучился И человек страдал Как ему казалось А на самом деле Он обвиняется в том Что он был лукавым И ленивым Потому что он все Прекрасно знал И он должен был Действовать так, как Действовали первых два раба Но когда В данном случае Он приходит и отдает Талант, который Лежал в земле Своему господину То наказывается Такими словами Возьмите у него талант И дайте имеющему Десять талантов Ибо имеющим Удастся и приумножиться А у не имеющего Отнимется и то Что имеет Казалось бы Раб имел один талант Но господин Его называет Не имеющим Почему? Потому что Талант не употреблялся По делу Потому что Та любовь Которой был Наделен человек Она не изливалась На ближних Она не имела Никакого отношения К Богу Она была Замкнута человеком На самого себя И мы называем Это обычно Самолюбием И вот оказывается Что тот Кто любит Только себя Он ничего Не имеет Для вечной Блаженной жизни И поэтому В данном случае Вот этот Страшный диагноз Который Ставит господин Негодного Раба Выбрости во тьму Внешнюю Там будет плач И скрежет зубов Он наверное Противопоставляется Той радости господина В которую Входили первых Два раба И если Ту радость Сложно Изречь И сложно Изъяснить То блаженство Говоря наверное Языком апостола Павла Ухо не слышало И глаз не видел То наверное И о тьме внешней Мы должны Говорить Нечто противоположное Сложно Вообразить Что это такое Язык писания Нам доводит Это просто Там будет плач И скрежет зубов Когда же приедет Сын человеческий Во славе своей И все святые ангелы С ним Тогда сядет На престоле Слава своей И соберутся Пред ним Все народы И отделит Одних от других Как пастырь Деляет овец От козлов И поставит Овец по правую Сторону свою А козлов По левую Вот здесь Начинается Повествование О страшном суде И даже сложно Решить Что это притча Или это просто Изображение Страшного суда Потому что Здесь уже Господь Не приточно А именно О себе В форме Третьего лица Используя Мессианское имя Которым пользовались Ветхозаветные Иудеи Говорит Когда же придет Сын человеческий Во славе своей Ну и дальше Говорится о том Что все народы Все жившие народы Те которые будут жить Они будут воскрешены Те кто доживет Преобразятся И будут поставлены Перед своим Господином И будут отделены Одни от других Вот здесь Священное Писание Говорит нам О том Что только два состояния Смогут наследовать Люди Или блаженство Или муку Никакого третьего Промежуточного состояния Быть не может Тогда скажет Царь тем Которые по правую Сторону его Придите Благословенный Отца моего Наследуйте царство Уготованный вам От создания мира И болкал я И вы дали мне есть Жаждал и вы Напоили меня Был странником И вы приняли меня Был наг И вы одели меня Был болен И вы посетили меня В темнице был И вы пришли ко мне Тогда праведники Скажут ему в ответ Господи Когда мы видели Тебя алчащим И накормили Или жаждущим И напоили Когда мы видели Тебя странником И приняли Или нагим И одели Когда мы видели Тебя больным Или в темнице И пришли к тебе И царь скажет Мы видим, что критерий суда очень прост. Господь, как ни странно, не спросит людей, были ли они крещены в его имя или не были крещены. Тем более, были ли они православные или инославные. И Господь задает только один вопрос. Насколько ты, человек, был человечен, когда жил на земле? Насколько ты являл ту деятельную любовь, которой призван, которую ты не мог не чувствовать, что она требует излияния на ближних твоих? И вот это перечисление, самое что ни на есть простое, того, как должен поступать человек, кормить жаждущих, кормить алчущих, поить жаждущих, одевать тех, кто нуждается в этом, посещать находящихся в темнице и больнице, это не сама простота евангельских притч, нет. Господь призывает нас поступать именно так, как Он здесь это обозначает. И вот следует, конечно, признать, что современному человеку все это кажется приточным, а на самом деле это призыв действовать непосредственно так. Идти в больницу, в темницу, одевать, кормить, поить. Но важно и другое. Праведники недоумевают, когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили и так далее. Почему они недоумевают? Ну, потому что они делали именно потому, что болело у них сердце, когда они глядели на то, как люди мучаются. И не ставя перед собой высоких целей и не зная этих великих заповедей, они действовали, потому что по-другому не могли смотреть на страдания человека. И вот за это они награждаются великой наградой. И Господь объясняет, почему. Потому что всякий человек является носителем образа Божия и образа Христова. И служуя ближним, человек служит непосредственно Христу. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы мне дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником и не приняли меня. Был наг и не одели меня. Болен и в темнице и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говори вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муки вечную, а праведники в жизнь вечную. Мы видим, что Господь укоряет тех, кого осуждает, тех, кого подавляет козлищем, именно за то, что они не имели деятельной любви по отношению к ближнему. Они не поили, не кормили, не питали его, Христа. Но, с другой стороны, наказываемые недоумевают и удивляются. Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным. Вот это удивление отчасти оправдано. Из этих их слов можно сделать вывод, что они ходили и в больнице, и в темнице, и поили, и кормили, и одевали. Но делали это не по любви, а делали это потому, что так надо было. Потому что Господь дал такую заповедь и сказал, делай, и тогда будешь спасен. Но Господь смотрит на сердце. И, по сути дела, то, что Он говорит, истинно говорю вам так, как вы не сделали этого одному из всех меньших. То есть, они делали, но не по любви, а чисто механически, чтобы исполнить заповедь. Они в свое время, они в каком-то смысле могли, делая то, что делали, своего рода торговаться с Господом. Мы исполним вот эти заповеди, Господи, а Ты за это нас веди в рай. И Господь, как сердцевеец, осуждает их за такое неправильное делание и говорит то, что пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. На этом заканчивается 25 глава Евангелия от Матфея. Продолжение следует...